Отлично. Добрый вечер. Всем всего самого доброго и лучшего, и прежде всего здоровья. И мы, как всегда, с вами с молитвой, с обращением к небесам в сердце продолжаем изучение пророков. Мы находимся в книге Шмуэль Бетт. И сегодняшняя наша тема – это война филистимлян с Давидом и перенос Ковчега в Ирушалаим. Надеюсь, что и то, и другое мы успеем. Мы понимаем с вами, что филистимляне не могли не отреагировать на захват Ирушалаима, так как Ирушалаим или город Ерусеев, как, наверное, было бы правильнее сказать для того периода, был не только союзником филистимлян, он, в общем, был каким-то оплотом в центре страны, потому что царь филистимского происхождения Авенелих правил в этом городе. И, конечно, филистимляне не ожидали такого быстрого восстановления, относительно, по крайней мере, быстрого восстановления царства Израиля, объединения колен, и они еще не утратили мечту покорить и Иуду, и колен держать в своем подчинении. После победы на горе Кельбоа у них, конечно, были такие планы. И вот мы с вами в продолжении пятой главы, которую мы начали, мы с вами читаем. Сейчас я открываю с вами текст и карту. И мы с вами... Так, вот мне написано, что хост не дает мне... Да, хост не дает. Сейчас, секунду, 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 секунду. Да, все нормально. Все хорошо и спокойно. Да, все, хост дал. Хорошо, спасибо большое. Сейчас, секунду, я пытаюсь поднять то, что нам с вами нужно. Нам нужно несколько вещей. Так, вот так, я надеюсь, мы видим с вами текст. Да? Да. И мы с вами, надеюсь, помним историю захвата Иерушалайма. Надеюсь, помним то, что мы с вами разбирали, что Иерушалайм нельзя было захватить через вход в источник Гихон, который либо находился прямо внутри города уже, либо охранялся со стены, вот, и внутри города должен был охраняться. Надеюсь, что мы с вами помним эту историю. И, значит, мы продолжаем с вами после того, как нам рассказано про сыновей Давида, которые у него родились. Дальше говорится нам в 17-м предложении, в 5-й главе, и услышали флештием, что помазали Давида царем над Израилем. Мы видим проблему, что после того, как они думали, что они кончили как бы совсем царство Израиля и после смерти Шауля оно не восстановится, мы видим, что для них, для филистинлян, помазание Давида – это главная проблема. И поднялись все флештием, чтобы найти и убить Давида. Очень интересный момент мы можем представить себе, что флештим рассчитывает на примерно такую же ситуацию, как в свое время была Шемшоном, что Шемшон был единственным таким подстрекателем и, как говорят, траблмейка, тем, кто создавал проблемы. И колено Иуды его выдало. То же самое филистинляне сейчас надеются. И произойдет с Давидом. Они потребуют выдать Давида, обещают мир на хороших условиях, и Давид будет выдан. Они совершенно не понимают, что ситуация изменилась, и уже как бы совершенно другое отношение сыновей Израиля ко всему происходящему, и нету желания подчиняться флештим. И услышал Давид и спустился в крепость. То есть он сначала заперся в Мецудат Давид, в крепости Давида, и ближче-ближче рассыпались по долине Рафаил. Хотелось бы здесь поднять, конечно, карту. Давайте я попробую это сделать. Я подниму для вас карту. Одну секунду. Вот так, я надеюсь, мы с вами видим карту. И можем себе представить, как по долине Айла, по дороге, которая ведет из долины Айла, из приморской низменности в горы Иуды, Плештим начинают подниматься и переходят в долину Рафаим. Это долина Рафаим. Те, кто представляет себе современный Рушалаим, она проходит прямо в таком глубоком вате около района Гило, за районом Гило. И по этой долине фелисимляне поднимаются беспрепятственно, фактически поднимаются к Иерушалаиму. И мы смотрим с вами, здесь будет два сражения. Мы сможем сразу представить себе, что один и тот же путь они избирают и в первый, и во второй раз. То, что они идут по глубокой долине, указывает на их уверенность, уверенность в своих силах. И то, что сыновья Израиля не готовы, не осмелятся напасть на них, как первый, так и второй раз. И посмотрим дальше с вами текст. Вернемся к нашему тексту и продолжим идти по нему. «И плещим пришли и рассыпались по долине Рефаим». Мы представляем себе уже их путь к Иерушалаиму из приморской низменности. «И спросил Давид Бога, говоря, подняться ли мне на плещим, отдашь ли ты мне их в руку мою? И сказал Бог Давиду, поднимайся, ибо отдал непременно этих плещим в руку твою». Мы понимаем, что все колена стоят за Давида. Но проблема в том, что реагировать нужно мгновенно. И нет времени произвести мобилизацию и призвать колено, и призвать хотя бы те 400 тысяч, которые пришли к нему в Хеврон. Они давно уже в Север-Минии в свои места. И Давиду с малым числом его гвардии, его войска, придется противостоять филистимлянам. Еще нету того царства, которое может держать про себе большое войско. Возможно, это и просчет некоторой Давида, который не рассчитывал на такую быструю реакцию филистимлян. Но в любом случае, удар, первый удар, по крайней мере, придется отражать с довольно небольшим числом воинов. И Давид обращается, как всегда в трудной ситуации, он обращается к Урим и Тумим. Курим и Тумим. И получает ответ. Подняться ли мне на плештим? Отдашь ли ты мне их в руку? И сказал Бог Давиду, поднимайся, ибо отдам непременно этих плештим в руку твою. И пришел Давид в то место, в Бааль-Працим, и поразил их там Давид. Мы видели, что Бааль-Працим – это недалеко от Иерушалайма. Мы еще встретимся с этим местом в шестой главе. Недалеко от Иерушалайма он наносит удар и сказал, прорвал Бог строй врагов моих передо мной, как прорывает вода плотину. Это объясняет название места, потому что Працим – это прорыв. Поэтому дал название места этому Бааль-Працим. И оставили там своих идолов, и унесли их Давид и его люди. Интересно, что они оставили своих идолов. Это как, скажем, плештим. Настолько идолов обычно не бросали. Как бы их хранили, как знамена, там все хранит армия. Идолов хранили еще с большей тщательностью. Лишь тем, были настолько поражены неожиданным нападением, что они даже не смогли сохранить своих идолов. Унесли их Давид и его люди. И тут интересный момент у Давида. Мы знаем, что идолами пользоваться нельзя. Но, скажем, если кто-то из сыновей Израиля разобьет идола, то его осколки не будут также разрешены для использования. А вот если кто-то из неевреев разобьет идола, то его осколки будут разрешены для использования. И у Давида на этот случай были гитейцы. Люди, которые пришли с ним из Гата, которые не приняли генюр, но которые, верно, служили ему, были в его войске. Они всегда исполняли такую роль. Они разбивали идолов. И тогда их осколки оказывались разрешенными для использования. Еще раз пришли Блештим и рассыпались по долине Рефаим. Блештим бежали. Мы, видимо, отступили поспешно. Но они понимают, что ситуация такова. Что если они сейчас не остановят развитие царства Израиля, объединение колен, становление мощного царя, Давида, то в конце концов, через какое-то время они попадут в полную зависимость от сыновей Израиля. И этим объясняется еще одна попытка после тяжелого поражения бегства Блештим в свою страну столь поспешного, что они даже бросают идолов. Бегут они, как мы с вами видели на карте, которая, может быть, чуть-чуть позже поднимем, бегут они через Бейт-Харон. И второй раз они приходят тем же самым путем по долине Рефаим. На этот раз не сказано, что они рассыпались по долине Рефаим. Они не чувствуют себя так спокойно, но тем не менее они выбирают ту же самую долину. И спросил Давид Бога и сказал ему, не поднимайся, обойди и зайди к ним в тыл и прийди к ним с той стороны, которая напротив тутовых деревьев. И будет, когда ты услышишь звук шагающих ангелов по верхушкам тутовых деревьев, тогда поспеши, потому что тогда выйдет Бог перед тобой, чтобы поразить лагерь Приштим. Давид становится перед испытанием похожим, перед которым был поставлен Шауль и которое он не выдержал. Мы помним, что Шмуэль сразу сказал Шаулю, что когда первый раз ты выйдешь на войну, ты должен спуститься в Гилгаль и ждать там семь дней, пока Шмуэль сказал, я приду и принесу жертвы. Тогда должна была произойти чудесная победа и враг побежал бы сам собой без сражения, только после того, как Шмуэль принесет жертву, уже это бы решило исход сражения. Но Шауль не дождался, как мы помним, и вот здесь Давид становится перед подобным испытанием. Мы понимаем, что в той или иной степени, в той или иной ситуации каждый царь, сыновей Израиля, становился перед подобным испытанием. Нужно суметь положиться на Всевышнего, нужно суметь положиться на него в самой тяжелой, иногда безвыходной ситуации всем сердцем не искать помощи у народов мира, не заключать с ними договоров и тем более не сдаваться им. И вот Всевышний ставит Давида перед таким испытанием. Он говорит ему, возьми небольшой отряд, который может прокрасться к ним в тыл армия, войско, даже если оно не многочисленное, оно не может пройти в тыл врага и обойти его тайно. А вот небольшой отряд, ты возьми, зайди ему в тыл. С той стороны, которая напротив тутовых деревьев, мы не знаем, где эти тутовые деревья, в долине Рифаим, в середине ее, в конце ее. Но в любом случае Давид должен с небольшим числом воинов поставить засаду, спрятаться в тутовых деревьях. И будет, когда ты услышишь звук шагающих ангелов по верхушкам тутовых деревьев, тогда поспеши, потому что тогда выйдет Бог перед тобой, чтобы поразить лагерь Плештим. И Давид сидит со своим отрядом в тутовых деревьях. И он ждет и не начинает никаких военных действий. Он каждую секунду рискует тем, что он будет обнаружен. Но пока он не очищает божественное присутствие, которое явно проявляет себя, чтобы помочь ему, он не начинает военных действий. Когда он очищает божественное присутствие, как здесь сказано, очень красиво, он слышит шаги ангелов по шагающих по вершинам тутовых деревьев. Тоже они, ангелы, не опустились непосредственно. Они только пришли дать силу Давиду. Они не шагают по земле, они только на верхушках деревьев. И в этот момент, давайте посмотрим, и сделал Давид так, как победил ему Бог и поразил Плештим от Дева до подхода к городу Гезер. Давид выходит из засады, атакует из засады и удостаиваются божественной поддержки, поддержки божественного духа. Плештим обращается в бегство. Давид в своем салме вспоминает этот момент, как он сидит, не дышит, как он уже чувствует, что сейчас Плештим обнаружит его, и все же он выдерживает и не отдает приказ своим воинам начать тайное действие, пока не ощущает четко божественное присутствие. Мы здесь еще раз, конечно, с вами видим Давида, его отличие от Шауля. Это человек, во-первых, который способен сам чувствовать божественное присутствие. Он и сам ощущает ангелов вокруг себя. Шауль был, если он и имел однажды опыт пророческий, может быть, не однажды, как бы несколько раз, но потом встречаем его у Шмуэля, когда он получает пророческие силы. Во-первых, если у него и был такой божественный дух, то он зависел от Шауля, а Давид, мы видим, у него и самостоятельные силы, и его пророчество, оно зависит только от него самого. Это то, что мы с вами можем представить о войнах Плештим. И, естественно, эти два похода Плештим, их два поражения, когда они спасаются Бексом, они положили конец попыткам Плештим вот так вот мгновенно покорить сыновей Израиля. Здесь мы с вами можем перейти к шестой главе. Сейчас мы ее с вами поднимем. Поднимем шестую главу с вами. И, как мы с вами говорили, задача Давида – это возвысить сыновей Израиля, возвысить сыновей Израиля духовно. Весь его путь, начало его пути и в Хевроник, и в захвате Рушалаема – это некоторая такая дорога, лестница, восхождение по духовным ее ступеням вместе со всем народом. Поэтому первое, что делает Давид, он переносит ковчег Союза после того, как проблема с Плештимом решена, после того, как организовано войско, которое сможет защитить сыновей Израиля, очень быстро это делается, защитить Рушалаем, он переносит ковчег. И собрал еще Давид всех людей, выбранных среди народа Израиля. И выделил 30 тысяч. Есть 30 тысяч представителей. Мудрецы здесь, вглядываясь в текст, в то, как он написан, говорят, что их было больше. Втрое было 90 тысяч представителей от всех колен Израиля, которые должны были присутствовать при переносе ковчега в Иерушалаем. Построить дом Бога, раскрыть божественное присутствие, так, чтобы оно озарило своим светом, дало благословение всей земле Израиля, всем сыновьям Израиля. Давид не видит никакого другого пути и прямым путем идет к цели, не отклоняясь ни на какие другие проблемы. И стал и пошел Давид, и весь народ, который с ним избал Иеруда, чтобы поднять оттуда ковчег всесильного, который назван именем Бога, а Бога-воинств, пребывающего на Крувиме. Прошу прощения, мы не видим текст. Не видим текст. Так, еще раз. Очень хорошо, что вы сказали. Сейчас мы еще раз поднимаем текст. Я надеюсь, сейчас его видно. Правильно? Да, сейчас видно. Да. Теперь. Мы помним с вами, что Ковчег был возвращен филистимлянами после того, как он прошел, про путешествовал по всем их городам, и из каждого города его отправляли дальше, потому что в каждом городе он приносил несчастье, болезни, смерти. Каждый город его отправлял дальше, и, наконец, из Икрона он был отправлен в Бейтшемеш. Бейтшемеша, как мы с вами тоже помним, произошла трагедия. Ковчег, опять же, привел к смерти теперь уже сыновей Израиля, сыновей Иуды, потому что к нему отнеслись неуважительно, совершенно не поняли его святости, заглядывали в него, и это привело к трагедии гибели большого числа людей. Из-за этого из Бейтшемеша Ковчег был перенесен в Кириат-Яарим, скажем, в место, где его можно было спрятать, чтобы Плештин его не попытались захватить еще раз. И с одной стороны, а с другой стороны, чтобы он находился не так уж далеко от границы Плештин, так как верили, что он будет защитой. Но из Кириат-Яарим его перенесли в дом Юнадава, большого праведника, и он там простоял несколько лет. Теперь оттуда нужно этот Ковчег принести. Мы представляем себе, что Балэ-Яуда, Балэ-Яуда, который упомянутый здесь, все комментаторы говорят, это место рядом с Кириат-Яарим, и Давид приводит туда народ и оставляет его там, оставляет там народ, а сам с Ковенами отправляется для того, чтобы из дома Юнадава принести Ковчег. И установили Ковчег Всесильного на новой повозке, и понесли его из дома Авинадава, который стоял на возвышенности, а Уза и Ахайо, сыновья Авинадава, направляют новую повозку. Здесь у нас с вами очень трудный момент, который нам нужно разобрать обязательно. Здесь есть одна проблема. Нужно понять, почему Давид решил перевозить Ковчег на повозке, в то время как понятно, что Ковчег должны нести Ковены, должны перемести Левиты, или Ковены должны переносить Ковчег. Помним, что в пустыне сыновья Акигата несли Ковчег на своих плечах во всех переходах. И это и понятно, божественный Ковчег, с которым связывается божественное присутствие, и не просто теоретическое, как мы с вами видели, а очень даже действенное, которое поражает приштин, которое требует в себе уважения от сыновей Израиля. Божественное присутствие как бы ощутимое очень. Оно связывается с Ковчегом. Понятно, что божественное присутствие может распространяться только через людей, но не через животных. Образ такой божественного присутствия в мире, его переносят люди, его переносят Ковены, его переносят люди святые, и чистые в ритуальном плане, и с предельным трепетом относящиеся к Ковчегу, но не животные. Это как бы просто, понятно. Но Давид, после того, как приносят Ковчег из дома Авинадаба, он решает поставить его на повозку, которую заранее приготовили там. Во-первых, мы можем подчеркнуть, представить себе отношение Давида к заповедям Торы, и вот если у нас есть заповедь, и построят мне святые вещи, и буду пребывать среди них, как сказано, в шмот, то Давид воспринимает эту заповедь как обязательную, и как любая заповедь, ее нельзя откладывать, есть, так можно сказать, в долгий ящик, ее нужно исполнять сразу. Есть такой принцип, что злезут расторопность при исполнении заповеди, не в смысле поспешности, но желание ее исполнить как можно быстрее, не отодвигать ни в коем случае заповедь на долгое время ее можно исполнить, на все это ориентируется Давид, и он представляет себе строительство храма главной заповедью, можно сказать, в отличие от сыновей Израиля. Мы можем представить себе, что Давид не случайно выбирает праведных людей и делает перенос ковчега таким общественным и торжественным делом, потому что во времена Шауля ковчегом пренебрегали. Никто не исставался, где он стоит, никто не приходил туда молиться, да, и никто не думал о построении храма, можно сказать, что было время тяжелое, нужно было решать другие задачи, но можно вспомнить того же самого Давида, который в самое тяжелое время в момент бегства от Шауля, он сидит вместе со Шмуэлем и он пытается определить место, где должен стоять храм. То есть это видение Давидом ситуации, видение Давидом исполнения заповедей и обязанностей сыновей Израиля, прежде всего своей обязанности как царя, оно отличается от того, как видят сыновья Израиля ситуацию. Они идут за Давидом, они понимают его, но такого ощущения, что построение храма является делом, которое нельзя откладывать, является делом важнейшим, первостепенной важности, у них этого ощущения нету. Они тянутся за Давидом и они идут за Давидом, а для него построить на святилище буду пребывать среди них, то есть как только будет построен храм божественный в присутствии соединиться с сыновьями Израиля, это главное для Давида и мы здесь еще раз можем представить себе этого человека, для которого божественное присутствие, очищение Всевышнего повсюду, это самое главное и он хочет поднять и возгласить до этого уровня всех сыновей Израиля. Вот теперь в Гемарии в Гемарии в трактате сута то, что сделал Давид представляется ошибкой, но в чем ошибка нам не объясняется, нам не рассказывается. Ты как бы Всевышний говорит Давиду, как мы видим здесь цитату с вами из трактата сута, ты думаешь, что ты можешь безошибочно воспринять мою волю, но ты ошибешься в том, что ясно даже малым детям. Это было сказано Давиду после того, как Давид решил, почувствовал, подумал, что он может полагаться, как и до этого мы видели, на свои ощущения. Он сказал в 119 псалме говорится, песни были для меня законом. То есть божественный дух ложится на меня, я пою и я уже знаю, что нужно делать, мне даже не нужно вспоминать законы Торы. И потом, возможно, пророчество, оно в какие-то моменты, в каком-то смысле, оно даже выше закона Торы, закону Торы формально нужно так, а пророчество мне подсказывает так. И я сделаю по тому, как мне подсказывает пророчество. Трудно сказать, что в этом есть прямая непосредственная ошибка, потому что мы знаем, что пророк может отодвинуть закон Торы не навсегда, конечно, а на какое-то время, в какой-то момент, всегда в качестве примера приводится поступок пророка Ильяву, когда на горе Кармель он приносит жертву Всевышнему, в то время, как стоит храм, то есть за пределами храма, вне Ирушалайма, он приносит жертву, что является прямым запретом Торы после того, как построен храм. Почему? Потому что он пророк, и есть момент какой-то, который определен небесами, когда пророчество, чудо, которое он должен сделать, оно отодвигает опять же не навсегда и не отменяет, а просто отодвигает на какой-то момент закон Торы. Поэтому и здесь можно было бы сказать, что Давид прав. Мы сейчас попытаемся представить себе, почему он решает поставить на повозку. Но он решает сделать это вопреки тому, что он знает происходит во времена Маше и после, когда ковчег союза переносится только людьми, только на плечах. Мы помним с вами, что и Хофни и Пинхас вышли на войну, они не везли ковчег на повозке для того, чтобы, допустим, ему можно было быстро угнать или спрятать куда-то. Они несли его на своих плечах. То есть и на войну выходили, несли ковчег на своих плечах. Почему Давид решает поставить его на повозку? И здесь, скажем, через вот здесь мы мы с вами через Медрашим мы представляем с вами такую ситуацию, что повозка и сами повозка и сами коровы, они сохранились до того момента. Животные не умерли, повозка была цела. Здесь, когда говорится в тексте, что он поставил на новую повозку, на новой повозке, имеется в виду, что повозка была как новая, она сохранилась. И Давид увидел в этом намек. Такой намек, близкий к пророческому повелению, что на этой повозке ковчег должен продолжить свой путь из Кириат и Арим, из дома Авинадава его вынесли на плечах, а вот из Кириат и Арим он продолжит свой путь. И здесь важнейший момент. Мы помним с вами, мы помним с вами, что Давид, Давид не знает то место, на котором точно должен быть построен храм, на котором должен стоять жертвенник, место, на котором Авраам положил Ицхака на жертвенник, это единственное место, на котором сыновьям Израиля будет разрешено приносить жертвы после того, как будет построен храм. А жертвенник в храме должен стоять Именно на этом месте связывание Исхака, поднятие его на жертвенник – это как бы основа, сила сыновей Израиля, которая им дает связь со Всевышним, которая, если так можно сказать, позволяет приносить им жертвы, дает им духовную силу, приносить им жертвы во имя Всевышнего. Только там, только на этом месте. Давид не знает этого места. И он рассчитывает или, точнее сказать, понимает, как пророк, как человек на коровах лежит божественный дух, что эти коровы, которые привезли эту повозку, сами из земли Плештим привезли ее в Ягуду. И произошло чудо, как мы помним, коровы должны были бы вернуться, телята их мычали, звали назад. Но коровы поднялись, повезли повозку в гору и прямым ходом привезли Ягуду. И главы Плештим пришли в свет за этой повозкой, чтобы убедиться в этом, что произошло это чудо. И Давид решает, что путь, раз коровы остались целы, раз повозка осталась целы, не распалась, она осталась как новой, путь должен быть продолжен таким же чудесным образом, как он начался из земли Плештим. И поэтому он ставит повозку в расчете на то, что коровы пойдут сами туда, куда нужно и остановятся там, где нужно. Это ему подсказывает божественный дух, пребывающий на нем. Он действует как пророк и спрашивается, что же здесь плохого? Если мы как бы видим, что это в духе Торы, если так можно сказать, отдать предпочтение пророчеству над формальным законом в какой-то момент, не на все время, но в какой-то момент, когда есть столько оснований, которые подсказывают, что нужно сделать именно таким образом, почему у нас дальше происходит трагедия. Посмотрим, в чем здесь секрет. И понесли его из дома Авинадава, который стоял на возвышении Ауза и Ахио, сыновья Авинадава, направляют новую повозку. Что делает Авинадава? Он ставит рядом с повозкой одного колена больших праведников, одного колена ставит несколько впереди, а другого ставит рядом с повозкой, и они направляют повозку. Может быть, не совсем направляют, но, по крайней мере, следят за тем, куда она идет. Ахио больше впереди, а Ауза рядом с повозкой. Я попробую поднять вам сейчас иллюстрацию быстро, чтобы не тратить много времени на переходы. Но, тем не менее, попробуем ее поднять, эту иллюстрацию. Ну, вот как-то так мы можем представить себе картину происходящего. Как-то так мы можем представить себе картину происходящего. Ауза идет рядом с Ковчегом. Непонятно, Ковчег был закрыт или не закрыт. Может быть, он был и не закрыт, потому что Давид стремится повлиять на сыновей Израиля. И вот Уза идет рядом с коровами. Он не то, что поведет их под усы, но он идет рядом с ними. Ахио. А Уза рядом с повозкой, как мы с вами здесь можем увидеть на картине. И, как описывается в дальнейшем главе, это происшествие праздничное, сопровождающееся игрой на музыкальных инструментах, торжеством, весельем. Для Давида это действительно огромный, величайший праздник. Все остальное для него имеет мало значения. И его царство не в Хевронии, и то, что его помазали царем над всеми коленами Израиля. И то, что он захватил Рушанаем, это еще как бы прелюдия к тому, что он делает сейчас. Он идет к тому, чтобы соединить небо и землю, чтобы божественное присутствие опустилось на землю Израиля и на всех сыновей Израиля. Это цель. И это для него действительно величайшая радость. Вот мы представили себе немного, скажем, эту картину. А сейчас мы вернемся с вами к тексту. Тоже постараемся сделать это быстро. Постараемся сделать это быстро. И мы проверяемся с вами дальше. И понесли его из дома Авинодава, который стоял на возвышенности. И Уза идет вместе с ковчегом Сесильного, а Хьо идет перед ковчегом. А Давидсты, весь дом Израиля, играют перед Богом на инструментах из кипарисового дерева, и на кенорах, и на лютнях, и на бубнах, и на сестрах, и на кимбалах. И дошли они до тока на хон, и протянул Уза руку к ковчегу Сесильного, и схватился за него, ибо наклонили быти повозку. Ну, не знаю, соотноситься нам с этим или нет, но хорошо сказать, не будем. Просто в Дипрея и Мим это место названо несколько по-другому. Есть на то причины, но это не самое главное. Ток на хон, приготовленный, готовый. Мы понимаем, что названия, может быть, возникают как-то по ходу дела. Он раньше-то и не назывался ток на хон. Дело в том, что когда ковчег дошел до места жертвенника, или хотя бы примерно до места жертвенника, там, где должен быть построен жертвенник, как Давид и полагал, как хотел, ковчег сам по себе. Это место, мы как помним с вами, оно отдано царю Арона, который на этом месте получил свое поле, свое владение. Неважно, повозка сейчас идет через это поле, доходит до того места, где Арону устроил ток, и ковчег начинает сползать, указывая тем самым, что он как бы хочет сойти, что здесь его место. Уза протянул руку ковчегу всесильного и схватился за него, ибо наклонили быки повозку, ибо сгорелся гнев бога на Узу, и поразил его там всесильный за эту ошибку, и умер там с ковчегом бога. Вот мы с вами сказали, что мы должны решить эту загадку, в чем здесь ошибка. Может быть, мы несколько уже понимаем, догадываемся, в чем здесь ошибка. Про ковчег говорят, что ковчег несет несущих его. Вот у нас есть в книге Икескеля величественная картина божественного присутствия, которая раскрывается пророку как какой-то образ неясный, который сидит на престоле, над небесами, а под небесами ангелы в виде животных и ангелы в виде колес, и они вроде бы несут этот престол, но на самом деле они не несут престол к Всевышнему. Зачем Всевышнему, чтобы кто-то поддерживал его престол? Всевышний несет всех, Всевышний управляет всеми и дает всем силы, только кажется, что ангелы несут как бы на себе этот престол господина мира. Нет, он дает им силы, он движет ими во все стороны, и как сказано, что животные движутся, мгновенно перемещаются туда и сюда, потому что дух, желание Всевышнего в них, проникает в них, не потому что ими кто-то управляет как лошадьми через рожжи, и они действительно тащат куда-то повозку, тащат куда-то престол. А престол несет их, а не они престол, только кажется, что они поддерживают этот престол. Та же самая история с ковчегом. Ковчег несет несущих его. В начале книги Иешуа есть случай, когда все могут убедиться в этом как бы воочию. Вот сыновья Израиля переходят через Ярден, а вода Ярдена как бы сдерживает ковчег, который держит на своих плечах когены, стоя в воде, только-только сойдя с берега в воду, и как только они сошли с берега в воду, воды Ярдена остановились, и вот все сыновья Израиля идут и переходят. Что происходит потом, когда все перешли, ковчег переносится по воздуху, так, чтобы оказаться впереди всех сыновей Израиля. Не быть в конце, в тылу, а тут же мгновенно оказаться впереди всех сыновей Израиля. Все видят это чудо и могут представить себе, что, конечно, сами ковчегы не могли совершить такой прыжок. Это ковчег несет несущих его. Это нужно было знать и нужно было представлять. Поддержать ковчег – это все равно, что поддержать Всевышнего. И Всевышний говорит Давиду, указывает ему на эту ошибку, что, конечно, конечно, не полагаются на чудо, не полагаются на чудо, и всегда делают все возможное, чтобы физическими средствами уберечь, предостеречь что-то, уберечь себя, когда ты идешь исполнять заповедь и все равно должен думать о собственной безопасности, как мы с такой ситуацией сталкивались несколько раз в наших историях, в наших текстах. Но есть моменты, когда ты да, полагаешься на чудо. Если Шмуэль сказал, я принесу жертву, и враг побежит, у тебя тут нет выбора, ты должен положиться на чудо. Из такого правила есть исключение. Здесь ты должен положиться на чудо. Когда Шмуэль говорит Шаулю, я принесу жертву через семь дней, и это решит исход войны, жди семь дней, что бы ни происходило. Тебя окружают враги, ты должен что-то делать. Но в данном случае, когда есть пророческое повеление, полагаются на чудо. Обязанность здесь положиться на чудо. На слово пророка. Здесь то же самое. И как бы Всевышний хочет сказать Давиду, как бы, да, буквально, но как бы, чтобы объяснить. Если ты уже пошел таким путем, идти и делать все по своему ощущению, иди до конца. В данном случае, иди до конца. Когда ты имеешь дело с Ковчегом Союза, иди до конца. Зачем ты приставил туда УЗУ, Ковчегу, великого праведника, чтобы поддержать Ковчег, если он будет падать? Ты уж так и понял? Заранее понял, что Ковчег придет и спустится в том месте, где нужно. Сам. Если ты его уже решил везти на повозке. Наверное, правильно решил на повозке везти, потому что все указывало, как бы, на то, что нужно поступить таким образом. Просто чудо перед нашими глазами, и коровы, и повозка. Все здесь. И это твоя ошибка. То есть ошибка не в том, что ты сказал, что песни мои будут мне законом, твоим законам, божественным законам, твоим законам Бог. Ошибка не в этом. Ошибка в том, что ты это сказал, и ты это не сделал. И в результате ты не пошел ни по закону Торы формальному, что ты мог бы сделать, ни пошел по божественному пророчеству, по божественному духу. Ни туда, ни сюда. В результате ошибся и в законе Торы. Если уж так, тогда надо было переносить ковчег на плечах ковенов. Ты не сделал это. Мог это сделать? Если ты решил идти, и, наверное, правильно в этом случае решил идти, надо было идти до конца. По ощущению божественного надо было идти до конца, и не надо было представлять Узу, который... Узу пострадал, пострадал, как бы... Мы представляем себе, что это удары по всему народу, и удар по Давиду, и здесь как бы все виноваты. Так же, как и в случае с Аханом, Ахан совершил преступление, как мы помним с вами, взяв ожерелье и плачь из Ерехо, но вина, она в какой-то степени ложится на всех. Здесь то же самое. Общая глобальная вина, это непонимание святости Кавчега, а в результате непонимания святости храма, непонимание того, что такое божественное присутствие, и неумение принять это божественное присутствие, дать ему распространиться во всем народе. Узу пострадал, он, как большой праведник, он должен был бы знать, и должен был бы почувствовать Кавчег, этого не произошло, он пострадал за это, весь народ пострадал за свое промедление в деле строительства храма. Давид пострадал в том, что он, человек пророческого дара, не пошел до конца, как бы не до конца не положился на чудо. У всех своя доля вины. Давайте мы здесь, давайте еще предложение. И стало горько Давиду из-за того, что пробил Бог брешь в веселье, забрав жизнь Узы, и назвал то место Перец Уза. Это было Баальпрацин. Мы видели одно название, не совсем то место, но похоже название Баальпрацин, когда Всевышний пробил брешь чудом, как бы, а теперь Перец Уза брешь, как бы, в обратном направлении чудо обернулось в печаль. И так оно называется до сегодняшнего дня. И слухался Давид Бога в тот день и сказал, как придет ко мне ковчег Бога. Давид в полной растерянности, он не знает, что ему делать дальше, как ему дальше переносить ковчег Ярушалаем. И вторая попытка перенесения ковчега, успешная, как мы можем представить себе, она в продолжении этой главы. И только мы скажем, не пожелал Давид повернуть ковчег Бога к нему, в город Давида. Он не захотел продолжать нести ковчег на плечах или на повозке и направил его Давид к дому человека по имени Оба-де-дом из Гата. Из дома Агнадаба перемещается ковчег в Оба-де-дом, который сам по себе по происхождению своему из Гата. и сообщили царю Давида сказал Бог дому Оба-де-дом и все, что у него ради ковчега всесильного и пошел Давид и поднял ковчег всесильного из дома Оба-де-дом и принес его в город Давида с радостью. Это уже начало следующей истории. Мы видим, что Давид по-прежнему ориентируется на свое и ощущение божественного присутствия на ощущение других людей и то, что Бог благословил дом Оба-де-дома за какое-то время становится для него признаком того, что Всевышний не гневается и что нужно совершить еще одну попытку перенесения ковчега в Иошелаем, учтя те ошибки, которые он раньше совершил. Здесь я остановлюсь, пожалуйста, если хочется что-то спросить, мы попробуем с вами обсудить. Вот я нажал стоп-шер, я вижу вас, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, я готов пытаться ответить. Дорогие вопросы. Вполне возможно, что когда они перегружали на повозку, не на повозку, а подняли, то они поняли, что ковчег обладает весом, он должен быть по идее невесомый, он должен сам нести. И это был признак того, что надо на повозку, возможно, потому что он же очень тяжелый, как минимум, наверное, несколько тонн весит, правда? ковчег весит несколько тонн, можно посчитать, я не думаю, у нас как бы с такой физической точки зрения, это тройной ящик, два с половиной амот, два с половиной амот на ама и на полтора ама, я не думаю, что он очень тяжелый, безумный, там не все золото, амот, ангелы летые из золота. Крышка была очень тяжелая. Крышка тяжелая? Да. Она летая была из золота. Я не думаю, что это безумно тяжелое что-то. Возможно, не знаю, они почувствовали вес и все. я всегда стараюсь идти с вами по тексту, по мидрашим, только анализировать наши источники для того, чтобы не как бы не оторваться. Я не знаю ни одного мидраша, чтобы они заранее почувствовали, что у ковчега есть вес. Мне просто трудно это сказать. Не думаю, что они заранее поняли, что они должны принимать вот прямо такое указание небес, что они должны принимать такое активное человеческое участие в переноске ковчега. Вся идея состояла в том, чтобы ковчег, чтобы коровы остановились там, где нужно. А ковчег, если так можно жутко сказать, проявил инициативу и сам начал сползать с полоски. Вот это точно я могу сказать. По поводу веса я не знаю ничего. трудно сказать. Что-то еще? Пожалуйста, вот Тимофей хотел что-то спросить. Да, если можно, два вопроса. Я вот тут столкнулся с комментарием со ссылкой на Мальбину, что пред ковчегом положено трепетать, а его получается приносили в веселье. Вот может ли это быть тоже причиной трагедии? Я не знаю, не помню такого Мальбина, но мне кажется это несколько странным. Возможно, что я не отрицаю, что может быть такой комментарий. Мне кажется, это несколько странным. Мне кажется, это несколько странным, потому что хотя бы если дальше мы посмотрим дальше в тексте, то мы видим, что при втором перенесении радость была еще больше, чем при первом перенесении. И слава Богу, ничего не случилось. То есть нигде трепет, который требуется перед Ковчегом, чтобы это стало проблемой. То есть проявление радости вместо трепета. Я это не вижу. Я Мальбин, я посмотрю, конечно, постараюсь проверить, не помню, сейчас. Постараюсь проверить. не хочется сейчас открывать и пристать перед вами, но возьму как домашнее задание. Хотя мне представляется, что это как бы не вписывается совершенно в текст. Не вписывается в текст. Мы видим, что опять же следующий перенос, он большой радостью, предельная радость, что-то не безумие. и это не становится проблемой. Окей. Второй вопрос. А у Давида была возможность с кем-то проконсультироваться? Такой достаточно важный вопрос, как перевозить ковчег. Не знаю, про рога Матан, или Гат, может, кто-то мог его посоветовать. Почему этого не произошло? Это вопрос очень хороший, его можно задать о нескольких моментах жизни Давида. Как мы можем представить себе с вами, что когда пророк действует по пророческому повелению, а Давид действует по пророческому духу, считая, и, в общем-то, мы видим справедливо, что он ощущает божественную волю, он действует как пророк, то он ни у кого не спрашивает. Ни у кого не спрашивает, когда у него есть неуверенность, когда у него нет пророчества. Он обращается к Уриму, как мы видели в войне с филистимлянами и получает ответ, получает ответ, когда у него на нем лежит божественный дух. И он говорит, я пою, сердце у меня поет, я чувствую, что на меня божественный дух. Это само по себе для меня закон, как бы пророческое повеление. Он идет за этим, и, видимо, он в этом прав, то есть пророку не с кем советовался, пророку не к кому обращаться и переспрашивать, правильно ли я понял пророчества, как нужно сделать пророк. Если он неправильно понял пророчества, большая-большая проблема. Он из пророка превращается в пророке. Это большая его вина, то, что он не сумел правильно воспринять Пророчество. И Давид в таком же плане. Если не говорят напрямую, что у него пророчество, то мы можем представить себе Давида, который живет наполненным Божественным Духом и следует за ним. То, что мы можем представить себе. Просто в продолжение этого вопроса я тоже хотел задать. Однозначно же было пророческое повеление переноса ковчега. Что брать и перенести ковчег. Это же было пророческое повеление, а не просто импульс эмоциональный. Я не думаю, что это относилось к самому факту переноса ковчега. Перенос ковчега был для Давида естественным делом. И наверняка он действовал в духе того, что они обсуждали со Шмуэлем, хотя вряд ли это было пророческое повеление. То есть для него было естественно, как человек, скажем, может быть, такой несколько грубый примитивный пример. Не было талита, купил талит. Что ты будешь делать? Конечно, ты исполнишь заповедь, завернуться в талит. Раньше его не было, он не мог исполнить. Теперь как только есть, сразу ты исполнишь эту заповедь. То же самое и здесь. Не было царем, не было возможности. Захватил и Рушалаем, отбил два нападения Плештин. Ситуация несколько успокоилась. Война с Плештином была моментальна. Они сразу, как услышали, так они и пришли. А здесь, как только ситуация успокоилась, первое дело, что ты делаешь? Первое, что делает Давид. Начинает фактически строительство храма. Первый же момент, когда он только сможет, он скажет Всевышнему, я хочу построить храм. Он начинает, если не строительство даже храма, то он начинает путь строительства храма. Для него это естественно, правильно. Вопрос в том, не в том, чтобы пророческое повеление перенести ковчег. Это для него естественно, для него понятно. Это он сделает так же, как захватить Рушалаем тут же, мгновенно захватить Рушалаем. Для него это правильно. Вот так же и перенести ковчег. Для него это абсолютно ясно, абсолютно верно и правильно. Вопрос в том, как переносить ковчег. И здесь Давид идет за своим сердцем, за очищением божественной воли. И, видимо, идет правильно. Проблема в том, что он не идет до конца. Он проявляет осторожность, ставит ковчега для того, чтобы тот поддержал. Заранее он ставит ковчега для того, чтобы тот поддержал ковчег, если тот начнет падать. И вот это непонимание святости ковчега, непонимание божественного присутствия, оно приводит к этой проблеме. И в этом ошибка и Давида, и Узы. И в конечном итоге весь народ пострадал. И так же из-за своего непонимания святости ковчега. То есть, однозначно не было наказания за перенос ковчега. Это не было. Перенос ковчега ни в коем случае. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Все. Я это однозначно хотел просто поставить. Так же, как если мы с вами сегодня начнем строить храм, я уверен, что ничего кроме благословения не будет. Да кто же сомневается. И еще, разве дорога лежала именно через гору моря? И он прямо наклонился возле вот этого места, где Акидат Эцхак был и так далее, где будущий храм. Вот именно прямо рядом они проходили. Дорога же не идет же, она идет по долине же, а не по хребту. В любом случае, в любом случае, Искирьят и Арим должны были направиться в Ярушалай. И так как мы можем представить себе, что повозка пошла сама, что Ахьо, который шел рядом, ему не нужно было направлять этих быков. Они шли сами, они дошли до Ирушалаема, от Кирьят и Арим до Ирушалаема. У меня есть карта, опять же, мне хочется сейчас поднимать ее. Действительно, есть приличное расстояние, но они дошли, так же, как от Икрона до Бейтшемеш приличное расстояние, и коровы пришли сами. Так же и Искирьят и Арим, они пришли к Ирушалаем сами. И продолжали идти. Непонятно было, куда они придут и как они пойдут. Но к этому относились как к чуду, куда придут, туда и придут. И вот этот момент, когда Ковчег начал сползать для того, чтобы спуститься как бы с повозки, вот он послужил таким знаком, что на этом месте должен быть построен храм. И мы увидим, что впоследствии Давид на этом месте, он строит жертвенник и приносит жертву Всевышнему, и спускается огонь с неба. Но это уже происходит в конце его жизни. То есть это не направление было, а именно прямо на том месте проходила повозка, прямо возле будущего гора. Коровы, коровы, как представляется. Вы совершенно правильно спрашиваете, что можно было бы сейчас пройти по этому пути, посмотреть эту дорогу, представить себе древнюю дорогу. Это все можно было бы сделать. Но в принципе, в любом случае, какая бы ни была эта дорога, коровы пришли туда сами, и там начал спускаться Ковчег. Вся эта история, она поучительна в таком плане. Мы с вами потом возьмем и Медрашим у нас еще. Будут мы посмотрим очень красивые Медрашим. Но то, что хотелось бы подчеркнуть, что храм – это ощущение. Святость – это ощущение. Это надо почувствовать. И это то, что делает Давид, человек, у которого есть, так можно сказать, развито духовное чувство, что душа сообщает человеку возможность слышать, видеть. Если она очень сильная душа, как у Давида, то эти возможности у человека расширены. Он воспринимает и духовный мир, у него есть эти силы души. И он стремится почувствовать с детства, где то место, где небо соединяется с землей. Где то место, где как бы, образно говоря, Всевышний с небес опустится на землю. Где это место? Он его ищет. Потом он ищет его с Ишмуэлем. Потом он говорит себе или даже не говорит ему, это ясно, что это место должно, там должна быть столица. Он переносит туда столицу. И потом он говорит, что я должен найти место для ковчега, где он будет стоять. Где он будет стоять там, где захочет, там он будет стоять. То есть это чувство, храм связан с ощущением. Мы, к сожалению, об этом забываем. Мы начинаем заниматься храмом с формальной стороны, всеми его законами. Есть институт храма, это великое дело. Это великое дело. Но есть следующий момент после формальных законов, а может быть и не после, а вместе с ними, это понимание. Зачем это? Ощущение человека должно измениться с построением храма. Он должен так или иначе, каждый по мере своих способностей, а какие способности есть у всех, должен начать ощущать духовный мир. Для этого нужен храм, для этого нужны жертвоприношения, о которых много споров, должны не приноситься. Нет, пролитие крови и так далее. Я даже не хочу вдаваться в эти споры, потому что для меня самое важное, что должно раскрыться ощущение божественного присутствия. Для этого нужен храм. И так Давид жил, так Давид воспринимал и видел в этом свою цель – возвысить сыновей Израиля и построить храм для того, чтобы раскрыть вот это ощущение божественного присутствия на земле. И это вот урок из того, из всего, что мы учим. Очень важно ощущение. И очень важно ощущение при строительстве храма. И без ощущения, без живого чувства, без живого такого диалога со Всевышним невозможно построить храм. Ладно, давайте мы с вами остановимся. И я постараюсь проверить Мальбима, что у нас делается там, и как постараюсь это обсудить. Можно сказать два слова? Да, пожалуйста. Это не вопрос. Вы сказали, что чаще всего в качестве примера того, что возможно при непосредственном пророческом вмешательстве какое-то отступление от законов Торы приводится принесение жертв в неположенном месте Нишаягу. Я хотел привести еще один пример. Ильягу только, да? Ильягу. Ильягу, да, я прошу оговорился. Очень хорошо, все замечательно, да. Да, я хочу привести еще один пример. Значит, когда я читал книгу Йошуа, то и встретил там, значит, вот фрагмент, эпизод, когда евреи ходят в течение семи дней. Ходят вокруг стен Ерехуа и трубят. Значит, и я спросил Рава Ицхаказильбера за царь. Я говорю, а как же так? Значит, что получается, что они, во-первых, а, ходили без Ирува, ходили в Шаббат, да еще и трубили. Он говорит, это было прямое, прямое приказание Всевышнего. Потому они это и сделали. Трубили в Шаббат. Я бы здесь подчеркнул другую сторону. Это война, а война отодвигает субботу. Потому что меня уже спрашивали, а как же в субботу сожгли Ерехуа и так далее. Это война, и война отодвигает субботу. И здесь не нужно специального пророческого повеления для того, чтобы делать в субботу все необходимое для того, чтобы захватить город. Понятно. Спасибо. Окей. Хорошо. Давайте мы остановимся здесь. Я пожелаю всем всего самого доброго, хорошей недели, здоровья. И буду готовиться уже к следующей встрече с вами. Большое спасибо за урок, Шаббат. Спасибо. Окей. Спасибо, что вы развеете. Все хорошее. Присоединяюсь к пожеланиям здоровья. Я сам сижу в карантине. Спасибо. До этого. Натан, выздоравливайся. Рифуа шлема. Будь здоров. Они болят слуха. Я не болят. Он здоровый. Он как бык здоровый. Баруха шлем. Все. Баруха шлем. Чтобы так было. Ну, хорошо. Окей. Через 7 минут урок иврита по акиде. Лингвистика, словарь и прочее. Все приглашаются. Всем счастливого. Пока. Радзеев. До свидания. Всем приют. 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 Пока. Салом.